Всем привет! Добро пожаловать в Болгарию! Морозненько, мы утеплились и сейчас отправились в город и совместим полезное с приятным. Сегодняшняя тема у нас будет «Как открыть в Болгарии расчетный счет». И на прогулки я зайду в несколько банков, возьму информацию, а потом все вам расскажу. Город готовится к празднику Бабы Марты. В первый день весны принято дарить мартнице, родственникам и друзьям. При вручении мартнице все говорят «Честита Баба Марта», обнимаются и целуются. Мартыницу одевают на запястье левой руки, как браслетик, или прикалывают на одежду слева. Как рассказали мне, есть традиция. Когда увидишь первого аиста в этом году, нужно с руки браслетик снять и привязать на фруктовое дерево. И загадать желание. Ваше желание обязательно исполнится. Какой чудесный солнечный день. Но на самом деле очень даже свежо. А мы отправляемся по направлению к дому. Итак, мы вернулись домой. И вот, пройдя по всем банкам, у меня возник вопрос. И без вашей помощи справиться не смогу. Когда мне озвучивали список документов, которые необходимо предъявить для открытия счета, среди них в каждом банке у меня спрашивали, имею ли я личную карту или нет. Так вот вопрос. Как можно получить личную карту, не открывая расчетный счет? Дело в том, что я ведь шла другим путем и многих нюансов не знаю. Поэтому надежда вся только на вас. Расскажите мне. Второй вопрос. Как вы, если это, конечно, не секрет, переводили деньги для того, чтобы оплатить покупку недвижимости? Жду ваших комментариев. Итак, как вы знаете, граждане России, граждане Израиля, граждане Евросоюза имеют право открыть в Болгарском банке расчетный счет. Для чего вам необходимо иметь расчетный счет в Болгарском банке? Для того, чтобы получить визу Д, необходим расчетный счет. Для того, чтобы получить ВНЖ, для того, чтобы оплачивать какие-то услуги, для того, чтобы оплатить покупку недвижимости. В соответствии с законом о наличных расчетах в Болгарии, все платежи, превышающие сумму 10 000 лева, должны проводиться через банк. Даже если вы хотите разбить вот этот платеж на несколько частей, но общая сумма составит 10 000 лева, все это должно проводиться через банк. Итак, когда вы приходите в банк, на входе стоит обычный охранник, вы уточняете у него, к какому специалисту вы можете обратиться за необходимой для вас информацией. Посетила несколько банков и расскажу, какие требования в каждом из них. Итак, Райфайзенбанк и ДСК-банк. Райфайзенбанк оказывает полный спектр банковских услуг. ДСК-банк фактически обслуживает каждую семью, имеет многочисленную сеть филиалов. Требования к документам одинаковые, сроки точно также одинаковые, поэтому информацию о них я объединю. Для открытия счета вам необходим документ, подтверждающий ваше легальное нахождение в Болгарии. В идеале это должна быть личная карта. Затем ваш российский паспорт, ваш загранпаспорт и ваш ННН. Затем необходим документ. Это может быть договор аренды недвижимости или договор купли-продажи недвижимости. Если вы пенсионер, то подтверждение этого статуса и также подтверждение легальности денежных средств. Собрав все эти документы, вы заполняете заявку и банк отправляет документы на рассмотрение в Софию. Срок примерно одна неделя. После этого приходит в банк подтверждение того, что вам разрешают открыть счет или не разрешают. Никакой суммы за эти услуги мне не озвучивалось. Фибанк оказывает широкий спектр услуг. Затем я прошла в Фибанк, где точно так же пообщалась со специалистом и мне выдали вот такой вопросник, который вы придя в банк должны будете заполнить. В вопроснике вы заполняете естественно ваше имя, фамилия, ваши паспортные данные, адрес вашего проживания в России, адрес вашего пребывания в Болгарии. Затем вы заполняете графу происхождения денег, это может быть заработная плата или ваша пенсия. Какая цель у вас того, что вы открываете расчетный счет. Также есть очень интересный вопрос. Занимали ли вы в течение последних 12 месяцев у ваших родственников или друзей денежные средства? Если такое происходило, то обязательно имя и фамилия того человека, который вам одалживал средства. Какой примерно оборот денежных средств вы ожидаете, что будет в течение года. Заполнив эту анкету, банк отправляет ее точно так же в Софию на рассмотрение и потом вы уже получаете ответ, откроют вам счет или нет. Центральный кооперативный банк является универсальным коммерческим банком. Также я посетила Центральный кооперативный банк. Требования к документам там особо не отличались, но одевили они меня тем, что за то, что они вот эту анкету отправляют в Центральный офис на рассмотрение, они берут 50 евро. И если вам не придет одобрение на открытие счета, эти деньги не возвращаются. Сроки рассмотрения анкеты примерно от 4 до 7 дней. Юникредит Буллбанк один из ведущих банков Болгарии. Есть еще один банк, который все хвалят и говорят, там очень быстро все получается, не нужно отправлять документы в Софию на рассмотрение. Называется он Юникредит Буллбанк. Но в тот банк я не смогла попасть, потому что стояло очень много людей и у меня не получилось пообщаться со специалистом. Нужно было на это потратить очень много времени. Когда вы идете открывать счет в банке, идите лучше с самого утра. Утром с начала открытия банка людей обычно очень мало. Вы не будете торопиться, специалист еще не уставший и все у вас сложится. Также в интернете я увидела информацию о том, что есть фирмы, которые могут открыть расчетный счет без вашего присутствия. Не знаю, нужны ли вам такие услуги. Кстати, хочу отметить, ни один банк я не рекламирую. Также, надеюсь, вы все знаете, что счет может быть и фамильным. То есть у вас одним счетом пользуются и жена, и муж. У каждого своя именная карта. Такие услуги тоже есть. Опять же, в банке вам зададут вопрос. В какой валюте вы хотите открыть этот расчетный счет? Ну, самые обычно распространенные это евро или лево. Допустим, у кого-то пенсия приходит в евро. Тут же она конвертируется в лево. И вы уже, значит, тратите лево. Кто-то хочет, чтобы осталось это все в евро. Тут уже ваш выбор. Но счет у вас будет только в одной какой-то валюте. Но сейчас в связи с такой ситуацией все время происходят какие-то новшества. Так что все равно, если вы чуть позже начинаете собирать этот комплект документов, лучше все-таки уточнить, прийти сначала в банки. Какие требования на данный момент. Еще такая особенность, когда вы приходите в банк, ну, у вас возникают какие-то вопросы, вам нужно что-то решить, да, какой-то момент. Всегда почему-то просят не личную карту, хотя ее тоже проверяют. Ну, вот у моего мужа всегда просят его германский паспорт. Зачем он им, почему? Ну, вот периодически мы его забываем. Приходится ехать домой, брать этот паспорт его и решать уже вопросы. Очень интересно узнать ваши истории, как вы открывали счет в банке. И если где-то я в чем-то ошиблась, обязательно поправьте меня. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до скорой встречи. Пока-пока!